Возможно будет чересчур напыщено и даже банально сравнить серию ролевых игр ИС с нежным цветком пробивающимся сквозь асфальт. Да, компания Falcon была где-то там, в тени, пока серия Final Fantasy вершила революцию и открывала целую эпоху. Пока акции Sony и Enix резко подскакивали в цене, стоило лишь объявить, что Dragon Quest VII выйдет на Sony PlayStation. Да, Нихон Фелком была в стороне от всего этого блистательного успеха, но похоже совсем не так плохо шли ее дела, если маленькая компания могла так плодотворно работать. И стоит отметить, что не просто работать, а на постоянной основе перевыпускать игры на разных платформах. Изначально компания была ориентирована на персональные компьютеры, но в первой половине 2000-х рынок компьютерных игр уменьшился настолько сильно, что Нихон Фелком все же пришлось отдать приоритет консолям. Компания подсчитала, что больше всего ее игроков сосредоточено в аудитории Sony. Это точно нельзя назвать удивительным, ведь Sony PlayStation 2 была самой массовой консолью в своем поколении. И трудно сказать, кто больше выиграл от этого союза. Sony, которая первой выпускает новые части Ys и Legend of Heroes, или же Фелком, получившая выход на массовую аудиторию. Ys 7 не был первой игрой в серии с переводом на английский и международной публикацией. Еще Ys 6 выходил на PlayStation 2 с английским переводом, но такого громкого успеха не было. Именно седьмому Ys'у было суждено стать знаковой частью для всей серии. Для нас это вряд ли удивительно, но релиз прошел так успешно, что даже IGN дала ему оценку 8 из 10. Причем не постфактум, а именно в год выхода игры. Наконец-то компания и издатели убедились, что серия Ys стоит инвестиций в перевод и публикацию за пределами Японии. Таким образом, Ys 7 стал проводником, след за которым увидели свет переиздания и предыдущих частей на английском языке. Что тут говорить, Sony очень повезло заполучить такой эксклюзив на PSP. Этот компьютер стал виновником моих многочисленных прогулов на пятом курсе. Нужно ли говорить, какое это пьянящее чувство? Осознавать, что теперь ты можешь эмулировать все консоли, в которые мечтал поиграть. Первой была Nintendo DS, а второй, конечно же, PSP. Помню то чувство триумфа, когда я запустил ROM IS 7. Теперь эта игра перестала быть недосягаемой. Ну а когда у меня появилось настоящее PSP, то Ys 7 и вовсе был первой игрой, которую я там запустил. И это была уже окончательная победа. Уже тогда я знал, что для Falcom нет ничего необычного в том, чтобы переиздавать свои игры. И я был настолько забалован предыдущими частями Ys, что даже не сомневался, седьмая часть не останется на одной лишь PSP. Забавно, что первыми в порт Ys 7 на Windows поиграли китайцы в 2012 году. Было бы интересно узнать, какая за этим стоит предыстория. А вот в 2017 году случилось по-настоящему прекрасное. Компьютерная версия Ys получила международную публикацию. В те славные времена Falcom еще не имела заморочек с хронологией. Ну, кроме разве что Ys 4, который зачем-то происходит до Ys 3. Так что Ys 7 стартует всего через полгода после шестой части. Адоль и Доги снова приплывают на континент Афрока, где Адоль уже искал приключений в пятой части. На этот раз уже западнее Адзандрии, регион Альтаго. Нет ничего милее того, как описывается мотивация персонажей. Они просто приплыли искать приключений. Это мило, потому что прямолинейно. Вот новое место, и вот мы ищем в какую историю впутаться на этот раз. Можно было бы сказать, что это чрезвычайно небрежный сюжетный ход. Можно было бы загрузить игрока каким-нибудь надрывным конфликтом, чтобы у Адоля была какая-нибудь мотивация. И все же, как это было еще в самой первой части, такая простота создает Адолю Кристину действительно образ былинного героя, народного заступника. Он никогда не ищет личной выгоды или удовольствий, и всегда самозабвенно сражается против любой несправедливости, даже если это самый страшный враг. Над регионом Альтаго нависает неиллюзорная угроза уничтожения. Пять сил, которые лежат в основе существования этого места, утратили равновесие. С этого момента в регионе все идет наперекосяк, включая странную лихорадку, от которой нельзя излечиться. Согласно древнему порядку, установленному еще во времена сотворения Альтаго, должно осуществиться перерождение. То есть Альтаго должен быть создан заново, уже без тех самых губительных нарушений. Но это означает, что все существующее сейчас будет уничтожено. Разумеется, Адоль, заступник простых людей, не может этого допустить. Здесь довольно ловко обыгрывается то, что он пришел в Альтаго без какой-либо четкой цели. Поскольку он чужак, то пять драконов избирают его своего рода нейтральной стороной, способной без противоречия совместить в себе все пять основополагающих сил. Собственно, с помощью этих сил Адоль и должен победить корень всего сущего и вернуть равновесие без уничтожения существующего мира. Можно было бы сказать, что это типичный и неоднозначный сюжет, свойственный для ИСов. Но здесь корень всего сущего выступает финальным боссом. И мы бьем его как настоящего злодея. Так что, какой собственно в этом смысл? Но это безобидная деталь. ИС-7 допустил гораздо более серьезные нарушения традиций серии. В первую очередь по части атмосферы и поэтичности. В этом отношении ИС-7 является самым легким и непринужденным во всей серии. Дело в том, что он очень долго набирает обороты. Первая половина игры окрашена в яркие цвета и сама по себе довольно оптимистична. Даже сюжетные ходы с заболевшей девочкой и умирающим королем не вызывают ожидаемого драматического эффекта. Все настолько непринужденно, что поневоле игрок ожидает уже скорого хорошего исхода. Задумчивое настроение, знакомая зелено-голубая палитра и таинственная музыка появятся здесь ближе ко второй половине игры. И к этому моменту будет довольно трудно поменять уже сложившееся мнение об игре. Досадно также то, что ИС-7 не выполнил норматива и по красивым девушкам. Их попросту нет, одни детишки. Из взрослых есть только Тия, которая либо одета, либо вообще не с нами. И красавица Мишера, которая, можно сказать, грудью прикрывает нехватку женского пола. С другой стороны, где еще можно увидеть, как голого Адоля хлещет смуглянка в Садамазо при Киде. Но если без шуток, то настоящая женская красота – это неотъемлемая часть серии ИС. И ее определенно должно быть побольше. Я высказал много претензий, но самое забавное, что они не волнуют даже меня самого. Они вообще никого не должны волновать. Ведь ИС-7 стал по-настоящему знаковым, прорывным не просто так. Кого вообще могут волновать не те краски или не те девушки в игре с разнообразным дизайном, подробным сюжетом и отличным геймплеем? Надеюсь, дорогие зрители, я не одинок, и мы все очень любим серию ИС. Но все же она долгое время была вторичной. Не по качеству, но по идеям, не предлагая по сути ничего нового, и поэтому ее часто игнорировали. ИС-7 стал, ни много ни мало, новым эволюционным шагом. Самым главным нововведением стали компаньоны, которые всегда сопровождают Адоля. Говоря по правде, я поначалу отнесся к этой идее скептически. Мне больше нравилось исследовать мир ИСа в одиночку. Однако игра спроектирована таким образом, чтобы компаньоны были ее ключевой частью. У каждого персонажа свой тип атаки, эффективный против определенных монстров. Так что они всегда нужны, а не просто надоедливо мельтешат где-то на фоне. Кроме того, компаньоны нигде не застревают, и более того, всегда самоотверженно помогают нам сражаться и собирать предметы. Следует все же отметить, что в этой игре искусственный интеллект все еще туповат, и помощники любят залипать в пустоту, пока мы отдуваемся в одиночку. Это всего лишь досадная мелочь, которая вообще не портит игру, но следует отметить, что в последующих ИСах искусственный интеллект был отточен до идеала. Вторым очень хорошим нововведением стала система ресурсов. Мы собираем все подряд, воду, растения, минералы и так далее, и синтезируем из них оружие и полезные предметы. Благодаря этому, карты ИСа стали более интерактивными, что конечно гораздо лучше статичных декораций. Еще в седьмой части была очень милая анимация сбора. В Меморис оф Сельсета и ИС 8 механика была изменена, ресурсы просто выбивались. С одной стороны, жаль, отдельная анимация все же была приятной мелочью, добавляла больше атмосферы. Но этот вариант все же быстрее и практичнее, так что неудивительно, что в дальнейшем был выбран именно он. Поначалу я хотел пожаловаться, что за некоторыми редкими ресурсами уж очень утомительно охотятся, но затем вспомнил, что это касается необязательных побочных квестов, так что жаловаться не имеет смысла. Ресурсы были хорошей идеей, которые заметно оживили мир ИСа. Это была большая удача, что ИС-7 получил внимание журналистов и игроков. Безусловно, он заслужил его сполна, но сколько уже было и есть на свете хороших, но незамеченных проектов. Седьмому ИСу нужно было лишь попасться на глаза, а дальше безукоризненное качество сделало свое дело. И пусть на PSP были и куда более красивые игры, аккуратные модельки и красивая палитра прекрасно смотрятся даже на большом экране компьютера. Особенно хорош здоровяк Доги. Традиционно нельзя не упомянуть и музыку. Falcon Sound Team JDK это вообще один из лучших композиторских коллективов японской игровой индустрии. Еще основатель Falcon, Масаюки Като, придавал большое значение к качеству музыки даже во времена слабого PC-88. Так что стоит ли удивляться? Разве что отмечу, что саундтрек седьмого ИСа не сразу обретает свою привычную таинственность и романтичность. Поначалу он довольно легкий и веселый, но когда уж он наберет мощь, то будьте уверены, оторваться от него будет сложно. И хотя поначалу сюжет довольно легкий, к нему все же не получится высказать претензий. Как и во всех ИСах, он очень подробный и динамичный. Да и вообще, если даже у второстепенного персонажа есть своя дуга характера, на что вообще можно жаловаться? Несмотря на то, что ремейк четвертой части, Меморисов с Эльцетто, уже рассматривался в отдельном выпуске, его все же стоит упомянуть еще раз. Не только потому, что он сделан на движке седьмого ИСа, пусть и с сильно улучшенной графикой, но и потому, что он представляет собой капитальную работу над ошибками седьмой части. В седьмом ИСе здорово не хватало подробной карты мира для удобства навигации. В Меморисов с Эльцетто была сделана подробнейшая карта, которая открывалась по мере исследования. Да еще, на ней отмечались места сбора ресурсов с подробным указанием, что именно там можно собрать. Это невероятно удобно, настоящий шаг вперед, особенно с учетом того, что появилась возможность обмена ресурсов. Это крайне нужная функция, потому что в седьмой части было вполне обычным делом, что ресурсов низшего уровня было много, а высшего крайне мало. Теперь их стало можно обменять, благодаря чему играть стало и комфортнее, и интереснее. Кроме того, на карте отмечены даже места побочных квестов, чего очень не хватало в седьмом ИСе. Меморисов с Эльцетто очень дружелюбна к игроку. Кроме того, здесь был исправлен и недочет с атмосферой. С самого начала здесь все будет прямо-таки дышать той самой ИСовской таинственностью. По этим причинам, Меморисов с Эльцетто это одна из моих любимейших частей серии ИС. Разве что немного обидно, что она и седьмая часть стали значительно проще своих предшественниц, но все же нельзя не приветствовать возможность сохранения в любом месте. Главной проверкой каждой части ИСа на пригодность является то, может ли она согреть и расшевелить закоснелую душу в унылый и пасмурный зимний день или вечер. Излишне говорить, что ИС-7 с этой задачей справляется более чем. Я очень тепло отношусь к этой части по ряду причин. В первую очередь потому, что она очень увлекательная и красивая, как и подобает любому ИСу. Во-вторых, это был новый шаг в развитии серии и очень хороший. Ну и в-третьих, именно благодаря ей игроки узнали, что есть такая серия ИС, и что эта серия достойна любви и внимания. И это действительно прекрасно, что ИС-7 давно портирован на компьютер, теперь в него поиграть могут все. Чем я вам и советую заняться. На этом пока что все. Слушайте маму и хэви метал, и разумеется играйте в ИС. Пока, подонки! Субтитры подогнал «Симон»!